Политик Максим Кац призвал Михаила Ходорковского и команду Навального объединиться против Путина перед выборами президента 2024 года. Ходорковский согласился обсудить это предложение, а Мария Певчих отказала. Причем сделала это так, что ее слова практически превратились в мем. В этом выпуске я коротко перескажу спор политиков, приведу интересные комментарии и вспомню примеры удачного объединения политических сил последних лет, которые произошли в региональной политике. Это шумоизоляция. Здесь мы отсекаем информационный шум и описываем действительно важные события. Подписывайтесь на канал 7 на 7, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, 30 сентября Максим Кац выпустил видео, в котором рассказал, что перед выборами президента России у оппозиционных сил есть шанс изменить политическую систему. По его словам, сейчас в стране около 30 миллионов человек выступают против войны. А еще часть жителей не в восторге от Путина. Поэтому он предложил объединиться тем политическим силам, у которых есть большие медийные ресурсы. А это он сам, команда Михаила Ходорковского и Алексея Навального. К ним, по версии Каца, присоединятся музыканты, блогеры, актеры и журналисты. Вместе они смогут изменить мнение людей о Путине. Кац предложил Ходорковскому и ФБК встретиться в Лондоне, чтобы обсудить конкретный план действий. Мы есть, мы объединились, у нас есть план. От вас нужна моральная и медийная поддержка. Здесь важно сказать про аудиторию и цифры. В сентябре общие просмотры канала «Популярная политика» на Ютьюбе, который делает команда Навального, превысили 30 миллионов. Ролики Максима Каца набрали больше 37 миллионов. А видео на канале «Ходорковский лайв» посмотрели больше 48 миллионов раз. Все три канала входят в десятку самых популярных общественно-политических каналов России на Ютьюбе. 1 октября Мария Певчих прокомментировала предложение Каца. Она сказала, что члены ФБК не придут на встречу с политиком и предложила сконцентрироваться на антивоенных и политических усилиях, которые предлагают другие спикеры. Слово Марии. Мы считаем Максима непорядочным человеком, что мы не хотим с ним иметь никаких дел, что дороги наши идут, может быть, если в одном направлении, возможно, но просто как бы параллельными путями. Вечером того же дня в соцсети «Х», это бывший Твиттер, состоялась аудиобеседа, в которой приняли участие и Максим Кац, и Мария Певчих. В какой-то момент беседу слушали больше трех тысяч человек. Там соратница Навального подтвердила, что не будет сотрудничать с политиком, а ее отказ, иронично сформулированный, стали цитировать блогеры и медиа. Мы не поедем на встречу с вами в Лондоне. И, пожалуйста, прекратите продавать розовые сопли и единорогов с людям, которые нас сейчас здесь слушают. Мнение политиков, общественников и журналистов о том, стоит ли объединяться оппозиционным силам, после предложения Каца разделились. И есть предельно категоричные оценки. Кто-то называет Максима обманщиком, а его предложение неадекватным, а кто-то упрекает ФБК в том, что они не готовы объединяться ни с кем, мол, не хотят делиться своим политическим капиталом. Мне же ближе всего взвешенная оценка главного редактора сайта «Репаблик» Дмитрия Колизева. Процитирую его. Обсуждение того, кто наберет больше политических очков, ФБК или КАЦ, кто пострадает имиджево, а кто будет выглядеть красавчиком, увлекательно, но в конечном счете для меня, как для клиента оппозиции, не очень важно. Мне, как клиенту оппозиции, важно получить политический результат, остановку войны и изменение политического режима в России. Я упрощу ситуацию до примитива, до категорий «добро» и «зло». Для меня уход Путина или любые политические проблемы для него сегодня — это добро. Остановка войны и вывод российских войск из Украины — это добро. Я задаю себе вопросы. Шансы побольнее ударить по Путину и в том числе шире распространить антивоенную идею выше у разрозненной оппозиции или у той оппозиции, которая, по крайней мере, говорит друг с другом? На мой взгляд, у второй. Поэтому я поддерживал и поддерживаю идею диалога. Диалог не означает объединение, вставание под единые знамена. В последние годы в российских регионах разные оппозиционные политические силы объединялись перед выборами. Я напомню про два таких примера. Тем более я поговорил с участниками этих событий. В 2020 году в Новосибирске независимые кандидаты объединились в коалицию перед выборами в городской совет. О тех событиях вспоминает бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова. Почему, собственно, эта коалиция состоялась и как вы нашли общий язык? Вообще история коалиции началась в 2019 году. В 2019 году в Новосибирске проходили выборы мэра. В них участвовал Сергей Бойко. Он занял второе место после действующего на тот момент, ставшего второй раз мэром Анатолия Локтя. И после этих выборов стало понятно, что один человек ничего не сможет сделать. И просто команда одного человека не сможет захватить, скажем так, город, если хочется каких-то действительно важных достижений на новых выборах в городской совет. В коалицию вошли сторонники Навального, члены Яблока, активисты и даже националист Ростислав Антонов, который позже писал доносы на либеральных политиков, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину стал советником главы так называемой Донецкой Народной Республики. На тот период мы все сосредоточились на том, что речь ведет исключительно про решение городских проблем. Мы даже особо не смотрели на прочие взгляды. Время показало, что, возможно, стоило, конечно, это делать. И, безусловно, прошло три года, но до сих пор это припоминают и до сих пор много про это говорят. Еще один пример объединения разных политических сил в Республике Коми. Там перед выборами в Государственный совет КПРФ включила в свои списки независимых кандидатов. Попал туда и либертарианец Виктор Воробьев. В 2020 году это была такая достаточно сложная и длительная целая система переговоров. И мы к этому варианту пришли не сразу. Но я действительно очень благодарен Коми, Республике КПРФ за такое очень благоразумное объединяющее решение. Потому что Олег Михайлов, который возглавляет КПРФ, Коми предложил, чтобы КПРФ стала платформой для всех правозащитников, экозащитников, гражданских активистов. Воробьев уверяет, ему не пришлось идти на компромиссы, принимая предложение КПРФ участвовать в выборах. Он очень быстро нашел общие точки с представителями Компартии, которая, по сути, является единственной реальной оппозиционной силой в Коми. Мне кажется, что у нас сложилось вполне эффективное и, что самое главное, полезное для жителей Республики Коми взаимодействие с командой Коми, Республики КПРФ. И вот это вот действительно история из серии, где объединяющая нас оказалась важнее различий. Я уверен, что в какой-то другой, может быть, политической конструкции, которая будет когда-нибудь, мы с тем же самым Михайловым будем в парламенте дискутировать, я не знаю, о том, что ему нравится о государствлении ЖКХ, мне нравится, чтобы там было больше конкуренции, потому что мне кажется, что это больше качества услугам принесет и так далее. Но на сегодняшний день у нас предметы для дискуссий совсем другие. И вот в той дискуссии политической, которая есть на сегодняшний день, про бюджетный федерализм, про допустимость вот этих вот варягов бесконечных во власти, про коррупцию, здесь у нас нет никаких разногласий и нет никаких компромиссов. То, что произошло в Новосибирске и в Сыктывкаре, это удачные примеры того, как люди с разными взглядами смогли договориться ради достижения одной важной цели. Я спросил и у Пироговой, и у Воробьева, что они думают о дискуссии Каца и соратников Навального. И тут мнения разделились. Хельга заняла позицию Марии Певчих, а Виктор поддержал Каца. Когда будет понятно, какая стратегия у власти, когда будет понятно, кто вообще кандидат, а что государство планирует делать с этими самыми выборами? Ну, кроме того, что нарисовать 80% Путину. То есть это какая-то такая единственная измеримая пока во всем этом уравнении вещь. Единственное понятное, да, это то, что Путина будет 80%, про которые все говорят. Все остальное – это абсолютно какие-то пока эфемерные вещи. И вот когда эти эфемерные вещи сгустятся и превратятся во что-то, что можно будет уже обсуждать, вот только после этого, на мой взгляд, можно будет уже говорить о какой-то общей стратегии. Я в этой дискуссии, да, между ФБК и Каца, мои позиции куда ближе к позициям Максима. Я больше скажу, что я, наверное, на одних и тех же с ним позициях сейчас стою. Мы должны максимально агитировать людей за участие в выборах, потому что выборы – это легальный способ участия в политике. Это в том числе хороший повод для любых дальнейших политических действий. В это воскресенье на телеканале «Дождь» в 10 вечера состоятся дебаты между Максимом Кацем и политологом Майклом Наки, который раскритиковал предложенную Кацем идею. Это хорошая возможность еще раз услышать аргументы за и против и, возможно, поменять свое мнение. Шумоизоляция будет выходить по пятницам. Поставьте нам лайк и напишите комментарий, а лучше поделитесь этим видео в социальных сетях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok